Выдумываю я! Я выдумываю! Нет, не х**, нет! Было такое? Эти кадры были сняты сотрудниками Ярославской колонии. На видео можно заметить, как лица в форме пытали заключенного. Следствие установило, что в роли мучителей были должностные лица этой же колонии. Тогда этот случай вызвал волну возмущений по всей стране. Не меньше обсуждений было и после фотографий размашистых за столицы Повяза, отбывающего 20-летний срок, в колонии строгого режима. На территории Алтайского края подобных случаев пока не зафиксировано. Однако данные события послужили поводом для проведения не только проверок, но и уже третьего по счету форума прокуратуры. Современное состояние законовательского учреждения УФСИН края значительно улучшилось за последние несколько лет. Однако по-прежнему остается много нерешенных проблем. Только за текущий год выявили свыше 400 нарушений закона в работе исправительных учреждений. В основном это не соблюдение требований. Бытового и санитарного обеспечения. Причем среди нарушителей бывают и сами сотрудники колоний. Но руководством УФСИН уже давно взят курс на усиление контроля внутри системы. Уже четыре года назад все места, где принимаются посылки и передачи, все оборудованы видеонаблюдением. Что касается ротации кадров, которые сегодня находятся на приеме посылок и передач, чтобы не было коррупционной составляющей, периодически меняемых местами. Форум прошел в интерактивном формате. Одновременно 16 исправительных учреждений края приняли участие в обсуждении наиболее острых проблем и задач. Эксперты уверены, для того, чтобы не допустить ситуации по подобию других регионов, необходимо комплексно подходить к вопросам работы как должностных лиц, так и содержания осужденных. В числе мер, которые планируют принять в ближайшее время – оптимизация системы и улучшение материальной базы конкретных колоний, а также создание условий для социальной адаптации бывших заключенных. Анастасия Бертенева, Николай Шелко. Наши новости. Продолжение следует...